РФ и Израиль сдают тест на наркотики РФ и Израиль сдают тест на наркотики от Владимира Путина Ждут помилования осужденной израильтянки 25. Газета «Коммерсант» номер 218 от 27 ноября 2019 года Строение 6 намеченный на январь визит президента РФ Владимира Путина В Израиль может быть омрачен делом на Ам и Сахар Приговоренной в России к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков На этой неделе стало известно, что патриарх Иерусалимский и вся Палестина Феофил 3. передал Владимиру Путину просьбу матери осужденной о помиловании ее дочери Ранее с аналогичной просьбой к Москве обращались президент и премьер-министр Израиля Защита на Ам и Сахар называют израильтянку заложницей По мнению экспертов, ситуация показала хрупкость российско-израильских отношений 12 декабря Масабл суд рассмотрит жалобу Наамы и Сахар на приговор, который был вынесен Химкинским городским судом 11 октября Израильтянку признали виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере, а также незаконном хранении наркотических веществ Ей было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима Напомним, что 9 апреля Наама и Сахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву Перед переброской багажа в Москве на Тель-Авивский рейс на рюкзак израильтянки обратила внимание служебная собака При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамма гашиша Девушку задержали Изначально было возбуждено дело о хранении наркотиков Позднее появились обвинения в контрабанде Адвокаты, которые изначально вели дело и Сахар, подчеркивали в беседе с твердой знак Эти обвинения абсурдны, так как девушка не пересекала границу РФ 21 октября новая команда защиты подала в суд краткую апелляционную жалобу на весь приговор Мы не видим никакого состава преступления Сейчас мы работаем над обоснованием этой позиции в подробной жалобе Которая, как я надеюсь, будет подана в течение недели полутора Сказал твердый знак адвокат коллегии Pen Ampersand Paper Вадим Клювгант По его словам, со стороны Наамы Сахар не было совершено никаких общественно опасных деяний Которые бы угрожали интересам России, российского общества, российских граждан Раз нет общественной опасности, нет и преступления Поэтому мы ее рассматриваем в качестве заложницы Которая находится в чужой стране, в тюрьме Под прикрытием неправосудного приговора, подчеркнул адвокат В октябре, как только стало известно о приговоре Израильские и американские СМИ писали Нааму и Сахар взяли в заложники с целью попытки обмена на задержанного Еще в 2015 году в Израиле российского хакера Алексея Буркова Чей экстрадиции требовали США Его обвиняют в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег Несмотря на поданную Россию апелляцию, экстрадиции избежать не удалось Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы Вадим Клюфгант заявил, что не видит связи дела своей под защитной с делом Буркова Как за Ноаму и Сахар попросил президент Израиля Адвокат обратил внимание на то, что в деле из Сахар много нарушений В частности, израильтянки без объяснения причин запрещают телефонные разговоры с родными Единственное, что доступно, это встреча с матерью, Яфой и Сахар Она посетила Россию, как только узнала об аресте дочери Только что пришла со свидания с Ноамой Это все безумно тяжело Ни звонков, ни писем Я могу видеть свою дочь только два раза в месяц Она плакала 15 минут в начале встречи Она понимает, что ее дело очень сложное и она стала заложником Рассказала твердый знак на днях Яфой и Сахар На прошлой неделе госпожа Исахар встретилась в Израиле с патриархом Иерусалимским и всей Палестиной Феофилом И передала ему письмо Владимиру Путину Прошу вас, со всей болью материнского сердца, помиловать мою дочь и вернуть в семью, говорилось в послании Встреча президента РФ и Феофила 3. состоялась 20 ноября До сих пор не могу полностью поверить, что кто-то видел господина Путина и обратил его внимание на проблему моей дочери Это дало мне надежду, рассказала Яфа и Сахар По ее словам, тот факт, что президент Путин едет в январе в Израиль, дает дополнительную надежду Но я надеюсь, что это произойдет до визита Наше правительство должно сделать все возможное, чтобы вернуть ее домой, сказала мать осужденной израильтянки Еще в октябре просьба о помиловании Наамы и Сахар направили Владимиру Путину президент и премьер-министр Израиля Рео Вин Ривлин и Беньямин Нетаньяху Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что просьба будет рассмотрена Как напомнил адвокат Вадим Клюфгант, у президента есть право помиловать любое лицо в любой момент без каких-либо условий Примечательно, что именно на встрече с патриархом Феофилом президент Путин официально подтвердил свой визит в Израиль Я в следующем году в середине января буду в Израиле, и послучаю Дня памяти жертв Холокоста, и послучаю нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны в ходе Второй мировой войны В данном случае, жертвами блокады Ленинграда, сказал он И добавил, у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля Почему приговор за контрабанду наркотиков рискует подорвать российско-израильские отношения В то же время эксперты отмечают, что сейчас российско-израильские отношения переживают не лучшие времена Отношения во многом строились на личных отношениях Путина и Нетаньяху Есть информация, что их последняя встреча в Сочи в сентябре прошла очень в напряженной атмосфере И Путин высказывал весьма серьезное недовольство в адрес Нетаньяху Прежде всего из-за Сирии, сказала твердый знак ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Ифран Татьяна Носенько Поэтому, по ее мнению, очень трудно предсказать, помилует ли президент Путин израильтянку Все зависят от того, как Россия видит перспективу в отношениях с правительством Израиля Что могла бы получить от израильтян, так как поменять Нуаму и Сахар на Боркова уже не получится Эта ситуация показала, насколько хрупкие отношения у России и Израиля Это очень серьезный кризис Год назад, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет и Россия возложила ответственность за это на Израиль Конфликт был улажен лично Нетаньяху и Путиным Теперь Нетаньяху, фигура уходящая, неизвестно, останется ли он на посту премьера Отметила в беседе с твердый знак научный сотрудник факультета мировой политики МГУ Луиза Хлебникова Она добавила, что израильская общественность очень негативно отнеслась к приговору Нуаме и Сахар И это может тамрачить январский визит президента Путина Марьяна Беленькая Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...